Вода отдельно, мусор, тина и ракушки отдельно. То, что течет из кранов чубаксарцев, значительно отличается от того, что в Волге. Однако обходится очистка недешево. Причем не только бюджету, но и экологии. Есть ли другие пути решения, узнавала Ольга Пырочкина. Вот этот мутный ручеек с различными примесями и химикатами впадает прямиком в Волгу. Ниже по течению как раз располагаются три городских пляжа. Так горожанам окружающей среде приходится расплачиваться за чистую воду из кранов. Вода с Волги забирается, проходит несколько ступеней очистки. Потом все, что забиралось, плюс реагенты, сбрасываются вот в реку Волг. Иными словами, это то, что осталось после того, как Волгскую воду очистили и подали в городской водопровод. Вместе с так называемыми промывными водами в реку утекает не только грязь, но и деньги. За вред экологии водоканалу приходится платить миллионные штрафы, которые, кстати, отражаются на тарифах, а значит и на кошельках граждан. Впрочем, специалисты обещают, скоро от такого нежелательного притока Волга избавится. В Чебоксарах построят специальный комплекс очистных сооружений. В результате мы прекратим сброс промывных вод в водный объект. Вот не будет вот этого пятна, который вы, наверное, сейчас наблюдаете, да, вот, не будет того запаха присутствующего. Всегда люди жалуют вот запах. Вот не будет полностью прекращен будет сброс. То есть вся цепочка будет замкнутая. Проект уже готов. Место под строительство найдено. Практически безотходным. Работу очистных сделают новые технологии. Будет вода поступать и осаждаться. Они глубиной 6,5 метров. Там будет происходить осаждение. Потом будет направляться вот сюда на сгустители. В сгустители будет добавляться, значит, реагент. И уже потом этот реагент с водой, с этим осадком, будет направляться на леточный фильтр прессы. Фильтр пресс, это, если объяснить, ну, доступно, это вальцы большие. И идет по нему определенная сетка, ткань, на которой происходит отжим. В итоге мусор и грязь, от которых очищают воду, больше не будут попадать обратно в Волгу. Они превратятся вот в такое вещество, которое, в принципе, не имеет никакого запаха. Оно пригодится городу, к примеру, для благоустройства. Таким образом, отходы превратятся в настоящий товарный продукт. Его можно, к примеру, смешивать с растительным слоем почвы и использовать под озеленение. Представители водоканала отметили, новые технологии стоимость воды для горожан не поднимут. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.